Переводчик, который переводит на какой-то язык, непременно в нем должны быть два условия. Переводчик, который переводит на русский язык и арабский язык. Особенно у нас, когда в вопросах верообеждения, человек должен знать термины, шариатские термины. Я говорю сейчас, что за это понимание, я считаю что это не понимание, он понимает, что вы понимаете, это не понимание. Это если человек обязан, переводчик должен знать терминологию шариата. Потому что бывает, что шейх быстро разговаривает, и переводчик должен понимать, а потом понимать вместе с этим терминологию, чтобы правильно перевести. Вот часто бывает, когда переводят, например, в книге есть такое условие для совершеннолетия, для того, чтобы человек для него стал обязательным намаз, условие тамиз, например, тамиз, это возраст различия называется. Некоторые его переводят как совершеннолетие, как булюк переводят, но это другие вещи, это различается, и потом, когда какие-то постановления устанавливают, то из-за этого получается ошибка в переводе. Второе условие для переводчика, чтобы он был доверенным, то есть кому можно доверять, то есть не так, что если говоришь право, он может сказать налево и так далее, чтобы был человек доверенным.